Он был достойным, добрым, верным. Так говорят близкие сослуживцы об Ильнуре Абтикаеве, воине спецоперации, отдавшем за безопасность рубежей Родины свою жизнь. Ильнур был верным не только людям, но и своим идеалам, принципам и самой отчизне. Сегодня Салават прощается с еще одним своим героем. Прощается и благодарит мужественного и стойкого защитника. Был замечательным сыном опоры и надежды до семьи. После срочной службы в армии выбрал мирную профессию, стремился приносить пользу людям. Показал себя ответственным и компетентным специалистом. Перед листом опасности Ильнур принял мужественное решение защищать Отечество с оружием в руках. За эти годы, включая и военную службу, Ильнур подавал пример позитивного отношения к жизни. Верил только в лучшее. Очень трепетно относился к вопросам чести и воинского долга. Память о этом замечательном человеке, о этом герое мы сохраним в наших сердцах. Мы будем хранить ее и передавать нашим детям. Ильнур родился в 1985 году. Учился в школе номер 20. Зарекомендовал себя как дисциплинированный активный ученик, говорят о нем педагоги. Затем учился в профессиональном училище. Трудился, помогал семье. Активный и общительный, он всегда был окружен друзьями. Отличался оптимистичным взглядом на жизнь и при этом был предельно серьезен в вопросах справедливости, чести, долга и морали. А потому, когда наступил трудный для родины час, не дрогнув, отправился защищать ее рубежи. К сожалению, его жизнь оборвалась в самом расцвете. От рук новых националистов. Да, сегодня в нашей стране необходимо с оружием в руках защищать, стоять на рубежах нашей родины. Защищать детей, женщин, стряков. Ильнур многие знали, уважали его. Он был отличный парень. Сегодня среди присутствующих его земляки-сослуживцы, приехавшие в Салават в отпуск, отправившись на фронт в рамках частичной мобилизации, Ильнур и его товарищи показали себя отважными воинами, готовыми брать штурмом в военные цели. С Ильнуром мы призывались 25 октября, попали вместе в Казань. 3 января мы попали в зону СВО Донецкую Республику. Начали выполнять боевые действия на передней линии фронта. Начали идти на прорыв, на штормы. Получилось так, что Ильнур попал в первый замес на шторм. И остался там на месте выполнения долга. Первое время мы не знали, что как где, и когда уже некоторое время потом узнали, что Ильнур уже умер. Сейчас приехали в отпуск, получилось так, что привезли Ильнура. Мы сегодня с ним прощаемся. Царство ему небесное, под земля ему будет пух. По традиции, родителям Ильнуры вручили флаг Российской Федерации. Символ страны и символ самоотверженного подвига одного из ее храбрых сыновей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова